Решили мы с мамой съездить сдать флюорографию на флюорографическую станцию Невского района. В общем, идем на 27-й трамвай. Прямой маршрут. 34 минуты ехать. Посмотрим, что там будет. А почему так далеко? А в нашей поликлинике что-то там не работает. Поэтому надо в центральную флюорографическую станцию. Вот такие трамваи у нас нынче. Современные. Но это не наш маршрут. Нам 27-й надо. Ты хочешь с опробителем трамвуала? Ой, это была моя мечта в детстве. Так, ну вот. Здесь у нас установка. 27-й написано. Отсюда едет. Ждем. С этой стороны. Да, что? Так ходили. Не пытались, не обращалась. Со стороны Калантай, да? Да. Не стояла. Человек. Это точно. А вот 27-й едет. Наш еще старенький не заменили на новый. Вообще в Петербурге я никогда не пользовалась трамваями, а недавно вот открыла для себя такой быстрый и надежный вид транспорта. Поэтому мы с мамой доехали до той поликлиники, где мы делали флюорографию всего лишь за 34 минуты. Когда раньше до этой поликлиники я доезжала на метро за целый час. Используем мы вот такие вот карточки, которые называются подорожник. Если платишь такой картой, это транспортная карта Санкт-Петербурга, то выходит всего лишь 44 рубля. А за наличный или безналичный расчет 65 рублей. Вот столько нынче стоит у нас транспорт. Вот дом достраивают уже из окна нашего вида. Всю нему нам скоро заслонит. Вида на реку больше не будет. Но не получится. Надо сказать, что флюорографию мы поехали делать в качестве диспансеризации, так как мы ее ежегодно проходим в нашей поликлинике. Но вот, к сожалению, в этом году в поликлинике аппарат флюорографии не работал и нас направили на другой берег Невы. Вот эти дома новые находятся недалеко от нашего района. Я вам в прошлом году, как раз таки, когда ездила сдавать флюорографию, показывала весь этот новый район. Если кто не помнит, смотрите ролик, который я подкреплю вверху. Ну и мы продолжаем наш маршрут. Вот там еще вдалеке достраивается этот микрорайон. Вообще, этот новый жилой комплекс закрывает нам половину обзорного вида на Неву. С нашего дома, с моего знаменитого балкона, откуда я снимаю многие репортажи о том, что происходит в городе. А вот эти домишки мне очень понравились в том году. Вот так вот они выглядят сейчас. А вот там вдалеке еще достраиваются дома. Но вообще, очень тесно эти человеники. У нас все-таки двор большой и не чувствуется такого вот напряжения от домов окно в окно. Ну, как доехала? Да ну. Нам теперь вот через этот переход надо на ту сторону перейти. И вон она, наша поликлиника. Мне нравится мне этот район. Ну, здесь, да, такое все старинное. Депрессивное. Депрессивное, да. А у нас повеселее будет. Правда? Ну, вот она. Флюорографическая станция. Сейчас мы сюда и пойдем. Так, здесь закрыто, значит, через центральный вход. Что тут у нас? Консультационно-диагностический центр Невского района. О, очереди вообще нет. И нам вот в то окошечко. Сейчас мы запишемся и пойдем на флюорографию. Окей. Ну что, доехали за полчаса. Встали флюорографию за 5 минут. Никого не было, очереди не было. Быстренько заполнили анкеты и встали. Какие красивые у нас современные трамваи. Ну, а мы опять поедем на стареньком, покатаемся. Интересный такой лозунг. Лови момент, наслаждайся маленькими радостями. Ничего не свой. Счастливые мысли привлекают счастливых людей в вашу жизнь. Тебе нравится такой лозунг? Ну, опять так нравится. Этот? Лови момент. Только так можно жить одним днем. Ну вот, вернулись. Полтора часа справились. Пока ехали, сделали вывод, что мы выглядим не как петербуржцы. Все такие яркие, как провинциалы. Так что... Да, тут все одеваются серенько. Приезжайте в Петербург, одевайтесь по серому и по черному. А не так ярко, как мы снимаемся. На следующий день я поехала за результатами уже одна. Снова села в трамвай. На этот раз уже новенький. Вот так вот выглядит салон новенького такого инопланетного. Мы его называем трамвайчиком. И поехала опять в эту поликлинику 30 минут туда, 30 минут обратно забрать наши результаты флюорографии. По пути вот такой вот у нас парк стоит. И мы заезжаем на Неву. Нева у нас нынче еще не растаяла. В этот день, кстати, у нас после того, как я приехала уже домой, была сильная метель в юго. Я тоже это поснимала. Челсик была счастлива побегать по снегу в метель. Ну, как-нибудь покажу, как она развлекалась. Это вот здание администрации Невского района. Развивается наш российский флаг Триколор. И вот она уже, метель начинает вьюжить. Хорошо, что я успела до того момента, как она разошлась вовсю. Ну вот, получили результаты. У мамы органы грудной клетки в пределах возрастных изменений. А у меня органы грудной клетки без патологических изменений. Так что все окей. Еду домой. Спасибо. 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 Спасибо.